На связи военный эксперт Украинского института будущего, консультант Комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Иван Ступак. Иван, здравствуйте, рад приветствовать. Да, Олег, приветствую вас, рад быть с вами. Ну что ж, контрнаступление. Честно говоря, очень много информации в публичном пространстве идет касательно контрнаступления, касательно того, что сейчас консолидация всего мира идет для того, чтобы максимально ускорить процесс данного контрнаступления. Но также мы слышим и новости о Бахмуте, о колоссальных потерях российских военных там. И складывается ощущение, что россияне понимают, что контрнаступление неизбежно и пытаются хоть как-то, но поломать все эти планы. Максимально, как пушечное мясо забрасывает своими российскими военными Бахмут, вокруг Бахмута в свою очередь, да, территорию. И периодически запуская ракеты по территории всей Украины. Как сейчас и что сейчас происходит в российском командовании? Я бы с этого хотел начать вопрос. Как они, что они делают и пытаются делать для того, чтобы это контрнаступление сорвать? Так, вы правильно сказали. Российское командование видит, понимает, что будет наступление. Они понимают, что это неизбежно. Чуть раньше, чуть попозже, но оно будет. Неважно, это будет конец марта, середина апреля, конец апреля, начало мая, оно будет. Поэтому российская стратегия обороны состоит из нескольких комплексов. Первое. Юг максимально, Юг Украины, забетонировать, зацементировать, создать непроходимые линии обороны, как они себе это рисуют, чтобы исключить наше контрнаступление. Восток, восточное направление Бахмута, Диевка, Углидар, максимально двигаться вперед, максимально сметая нашу оборону, сколько это возможно. В то же время, есть еще третий аспект, буквально, я о нем вчера говорил, ну не вчера, а до этого говорил, но вчера было подтверждение, что силы правопорядка Польши, агентство внутренней безопасности, задержало несколько людей, которые причастны к российской разведывательной сети, и они пытались выслеживать, отслеживать маршруты перемещения через территорию Польши в Украину, бронетехники, боеприпасы, запасных частей по автодорогам, по железным дорогам, пытались ставить камеры наблюдения скрытые, фотокамеры рассчитаны на движение, то есть для того, чтобы высчитать систему, выявить эту систему, и потом, по возможности, уничтожать уже эти вооружения на территории Украины, то есть для того, чтобы полностью остановить наше контрнаступление. Вот такая вот история. В свою очередь сейчас видим очень большое количество публикаций в российской пропаганде о том, что, ну прям, украинская армия несет огромные потери в технике, уже об уничтоженных леопардах сообщали, вы прекрасно помните, хотя леопардов по факту еще нету на фронте, но все же. Эта реакция от безвыходности? Ну, частично это работают также наши западные друзья, особенно Чехия, которая увеличила просто поставки в Украину надувных средств вооружения, надувные хаймарцы, надувные гаубицы. Это отвлечение внимания, это муляжи, хотя, казалось бы, они использовались во времена Второй мировой войны, ну, где там Вторая мировая война, и вот сейчас 21 век, какие муляжи, любая техника разведывательная сможет ее опознать, увидеть, будет видно, что это муляж, утка. Нет, оказывается, работает, и мы видим, как россияне отчитываются о повреждении, уничтожении более 40 установок хаймарс, хотя у нас столько нету. Сначала воспринимались эти сообщения на смех, ну, как так, как можно выдумывать, а потом все-таки пришла информация, что да, вот все-таки они принимают, считают в свой актив, заносят уничтоженные надувные вот эти единицы, и они их воспринимают как настоящие. То есть, действительно, война идет такая вот многоэтапная, многослойная, и вот эти вот завышенные показатели Российской Федерации, там, там, танки уничтоженные, там, боеприпасы наши склады, это еще состоит из вот этих надувных вещей. Кроме того, это состоит из наших обманок, когда украинские военные, украинские спецслужбы создают видимость, например, что вот на этом территории, на этом объекте, на территории бывшего склада какого-то, там, не знаю, там, лакокрасочного размещается 100-500 тысяч единиц натовской техники, создается какой-то движ, движ, да, как они говорят, движение вокруг этого склада. Российская Федерация длительное время отслеживает, после этого наносит ракетные удары. По факту у нас ничего не повреждено, у России отвлечение на ложный объект, но в российскую статистику ложится как вот ура, победа, мы уничтожили, там, как я говорил, 100-500 единиц натовской техники. Когда просматриваю интервью Кирилла Буданова, главы управления украинской разведки, складывается ощущение, что сейчас война идет не только стрелковая, да, не только артиллерийская, но и хитрая война, так называемая. Когда продумываются какие-то сценарии, когда понимаем, что российских военных намного больше, украинских намного меньше, но украинские военные намного качественнее ведут оборону и проводят возвращение украинских территорий, и хитрее. Я вспоминаю касательно острова Змины и, кстати, Мариуполя. Помните, когда уже Мариуполь был полностью оккупирован, но украинские военные все равно определенное время могли на вертолетах подвозить помощь, подвозить боеприпасы непосредственно в Азовсталь. В самый уже на тот момент глубокий тыл. Самый глубокий тыл. Я правильно понимаю, что сейчас хитрость такая, и продуманные такие варианты, они в приоритете? Да, миллион процентов, полностью согласен. Смотрите, в чем нюанс? Сейчас война 21 века. Высокие технологии, спутники, беспилотники, радиоразведка. Вот как мы видели, с территории Беларуси взлетает этот самолет А-50У, разведчик, который просто-таки сканирует все пространство, всю территорию Украины, и он видит, что взлетает с территории Украины, что садится, вертолет, самолет, все это видит. И, в принципе, территория нашей страны просвечивается для россиян, и можно сказать, что нет таких мест, где они не видят. Да, есть такие места, куда они дотянуться не могут, но можно говорить о том, что видят. И это вынуждает нас, украинцев, украинскую разведку, контрразведку военных, высшее политическое руководство использовать максимальную хитрость. Еще раз, территория у нас маленькая, враг у нас с севера Беларусь, в лице диктатора Лукашенко на востоке, на юге это российский флот, то есть со всех сторон мы окружены практически. Это вынуждает нас включать хитрость, ловкость и обманывать российское военное командование, что там, например, у нас собирается большая группировка войск, а на самом деле ее там нет. Или наоборот, там, где она не собирается, там по факту она есть. Скрытное передвижение. Не забывайте, что сюда также входят радиопереговоры. То есть для того, чтобы обмануть врага, недостаточно просто имитировать перемещение техники. Должно быть огромное количество радиопереговоров, чтобы россияне, перехватив эти переговоры, смогли себе создать такое мнение, что, ну да, действительно, так, мы видим со спутников перемещение, мы видим наша агентура, корректировщики говорят, что есть перемещение, и мы слышим по радиопереговорам, что есть перемещение. Вот раз, два, три, все накладывается, значит, этому можно верить. Но были такие случаи, когда вот благодаря такой комплексной дезинформации удавалось держать врага в неведении и обманывать его. В свою очередь мы прекрасно помним, как, ну согласитесь, неожиданно для всех, даже мы с вами в эфире когда говорили, мы не успевали с вами озвучивать информацию, что освобожден тот или иной населенный пункт Харьковской области, как уже освобожден следующий, следующий, следующий. А потом мы видели очень удачное попадание по Антоновскому мосту в городе Херсон, тогда еще оккупированном, и скорейшую уже деоккупацию части Херсонской области. Ну и я надеюсь, что скоро будем обсуждать с вами те же месседжи касательно Херсонской области непосредственно Левобережья. Ну и, возможно, уже к Мариуполю подойдем. Но не об этом хочу вас спросить. Сейчас есть информация о том, что американские военные быстрыми темпами перебрасывают технику на поле боя и тренируют украинские войска накануне большого контрнаступления. Об этом пишет издание «Политика». В свою очередь, министр обороны США Лойд Остин после виртуального заседания многонациональной контактной группы по вопросам обороны Украины заявил, что Украина не может терять времени. Остин отметил, что США должны быстро и полностью выполнить все обещания. Это включает в себя и доставку бронетехники на поле боя, и обеспечение того, что украинские солдаты как можно быстрее получили подготовку, запасные запчасти, техническую поддержку. И Пентагон заявляет, что независимо от стратегии Киева на поле боя, США хотят, чтобы украинские солдаты имели оружие, необходимое для продолжения борьбы. Сейчас и от украинских военных напрямую слышали о проблеме, и об этом заявлял также министр обороны Украины, господин Резников, о дефиците, я бы так сказал, не дефиците, а недостаточном количестве артиллерийских снарядов. Речь идет о массированном использовании артиллерийских снарядов, либо реально фронт, я не помню, господин Залужник говорил о точном километаже фронта, который сейчас у нас на сегодняшний день... Больше тысячи, понятно. Да, огромный фронт. И физически не хватает этих снарядов, то есть от производства до их использования, в силу реально огромной территории ведения действий. Как сейчас быть с этой ситуацией? Ведь сейчас по факту идет артиллерийская война в большинстве своем. Так, смотрите, я дам вам сейчас посыл такой для размышления больше. Еще раз, никакого инсайда у меня нет, никакого там горячих фактов у меня тоже там не приготовлено, но вот возвращаясь буквально на 3-4 предложения назад про хитрость, ловкость, изворотливость наших военных, не забывайте, что вот эти вот все месседжи, которые вот сейчас гуляют о том, что Украине чего-то не хватает, да, или там Америка не успевает что-то нам поставить, ведь какой-то процент из этих сообщений, мы не говорим, что 100% или там 90%, но какой-то процент может быть дезинформацией, которая рассчитана на то, что Российская Федерация ее проглотит и на основании ее сделать неправильные выводы, неправильные планы, которые приведут к неправильным озвученным и принятым решениям и к поражению на поле боя. То есть это как составляющая может быть. С другой стороны, действительно, мы понимаем, что могут у нас быть, имеются проблемы с снарядами не столько много, сколько мы бы хотели. У россиян в начале войны было 70 тысяч выстрелов в день, на секундочку, 70 тысяч выстрелов в день. Сейчас эта цифра, по отдельным оценкам, спустилась до 10 тысяч и планомерно спускается до 5. То есть через пару месяцев говорят, что может быть и 5, и 3 тысячи выстрелов в день на всю линию фронта. Но западное оружие играет чем? Эффективностью, результативностью, точностью. Если для поражения одной цели России нам нужно выстрелить порядка 30 снарядов, там в среднем такие цифры приводятся, то с использованием западного оружия, выстрел, попадание. Ну окей, там выстрел рядышком попали, вторым добили. То есть 1-2 снаряда на то, чтобы поразить цель. Активно применяются беспилотники, которые компенсируют нам те снаряды, которых нам не хватает, или систему залпового огня советских образцов. То есть достаточно одной-двух гранат, ну бывают там, конечно, такие идеальные случаи, когда одна граната забрасывается в люк танка, такой трехочковый бросок, как в баскетболе. И все, и не нужно там обстреливать снарядами эту территорию. То есть залетел, попал. То есть вот эта одна маленькая граната заменяет 3, 4, 5, 10 стандартных снарядов советского производства. И тут вспоминаю поговорку «большой шкаф громко падает». Это касательно маленькой гранаты и большого танка. Танка «Прорыв», кстати, которым так хвалится Российская Федерация. Но, как пишет в своем телеграм-канале Александр Коваленко, что танк «Прорыв» и «Прорывно пылает». В продолжение темы хочу добавить, касательно контрнаступления, очень интересная тема, вопрос передачи самолетов. Это тоже очень важный момент для контрнаступления. И, в свою очередь, вопрос передачи самолетов в Украине не повлияет на предстоящее контрнаступление, однако все же может улучшить наступательные возможности. Это слова министра обороны Украины Алексея Резникова. По его словам, успешное наступление зависит от трех факторов. Перевода врага в оборону, прекращение его доминирования в воздухе и уничтожение логистики. Давайте услышим прямую речь и продолжим обсуждение. Авиационная платформа нужна нам как усиление нашей противовоздушной обороны. Недостаточно систем «Патриот», «Насом», «Скротейл» и так далее. Поэтому в первую очередь мы боремся на дипломатическом фронте, убеждая партнеров, что нужно принять решение об основном боевом самолете как элементе защиты в первую очередь. Алексей Резников, министр обороны Украины. Но для меня все равно остается вопросом. Все видят прекрасно, что Украине нужно. Все слышат прекрасно, что Украине нужно. Об этом и президент Зеленский говорит, и министр обороны, и главнокомандующий вооруженными силами господин Залужный. И вроде бы как все понимают это, но вот этот вопрос самолетов такое ощущение, что застопорился. Почему? Почему сначала было так тяжело с танками, а сейчас прям знаете, как вот что-то поменялось, и эти танки уже кроме тех 300 танков, которые нужны были, да, которых Залужный говорил, по-моему уже там цифра чуть ли не вдвое больше. Почему так тяжело дается вопрос с самолетами? Чего боится, если боится цивилизованный мир? Опять же, если с танками была боязнь, там, ядерной войны, цены на нефть, на газ, то есть боялись, но только тогда, когда эта угроза была полностью снята, когда Запад удостоверился, что все, там вот газ идет из Соединенных Штатов, из Катара в Европу, немцы вздохнули с облегчением, и только после этого как-то вопрос сдвинулся. С самолетами чуть тяжелее, опять же, здесь психологически, это ресурсно, то есть вопрос, где хранить эту авиацию? Эта авиация не дешевая, порядка там, ну так, цифра в среднем, 30 миллионов долларов может стоить, там дешевле, дороже, ну давайте так возьмем, 30, 25-30 миллионов долларов за единицу, без учета стоимости ракет. Мы не говорим еще о обучении персонала, там назывались таки цифры, что с нуля пилот на вот эту американскую авиацию обучается 40 месяцев. Да, окей, у нас есть опытные пилоты, можно где-то, знаете, как там, вот этот вот чуториал обучения, его можно там странички перевернуть, так, это мы не учим, это на потом, это после войны, это не будем, это облегчим, но все равно какое-то это время займет. Российская Федерация ищет места, где может размещаться эта техника, для того, чтобы ее уничтожить, не забывайте про это. Ну, и главный ключевой аспект, я как вижу, когда будет у нас прорыв вот сейчас, вот весенний, контрнаступление, то вопрос с дополнительной техникой будет решаться еще быстрее, то есть мы это видели по нарастающей. Сначала нам давали партизанское оружие, мы показали результат на территории Харьковской области, Херсон, после этого пошла история с бронемашинами, с танками, там с другим видом вооружения. Сейчас, когда будет контрнаступление, успешно повысятся ставки, нам будут давать еще больше техники. Но еще раз скажу, я больше склоняюсь к тому, что авиация все-таки будет решена масштабно и комплексно после окончания войны, потому что нам нужны безопасные аэродромы, нам нужны пилоты высококвалифицированные, которые обучены не в ППХ, а обучены действительно качественно, по тем нормативам, которые предусмотрены, наземный персонал, который обучен, потому что обучение идет на английском языке, никто не будет учить украинский или русский, например, из инструкторов, и обучать на этом языке или на этих языках наш персонал. Только английский язык, все. И тут нужно степ-бай-степ, постепенно обучиться. И не забывайте, в конце, последняя история, это прятать авиацию, я думаю, будем, скорее всего, по манеру Ирана, где-то в горах, где-то под землей, чтобы убезопасить их от будущих российских ракет, там, не знаю, кинжалы, калибры, эскандеры и так далее. А в целом, если уж заговорили о будущем, как вы видите гарантии безопасности? Вот, допустим, контрнаступление весеннее прошло, Крым возвращен, Укрзалезницы запускают поезда Киев-Симферополь, Киев-Ялта, все хорошо, но ведь нужны же гарантии от нанесения ракетных атак со стороны Российской Федерации, потому что мы видим даже по примеру города Херсон, Херсон деоккупирован, люди начинают жить, жизнь возвращается в город Херсон, но этой жизни мешают постоянные обстрелы с левобережья временно оккупированного Херсона. Как быть с этими гарантиями? Ну, дополню вас, и Харьковская область постоянно подвергается обстрелам, сохранится, то есть мы должны готовиться не то чтобы к самому трудному варианту, к варианту где-то ближе к Израилю, что постоянно где-то, возможно, такие хаотические обстрелы, неприцельные, то есть условно подъезжают вот эти российские террористы, с самодельными системами залпового огня, выстрелили десяток, два десятка ракет и быстренько убежали. В это время эти ракеты летят в населенный пункт какой-то, не знаю, село, большой город. Мы должны к этому готовиться. Все гарантии безопасности только от украинских военных, от украинских правоохранителей. Никаких письменных гарантий, я считаю, что не стоит ждать результатов, потому что мы уже видели, сколько было договоров, меморандум заключено, ну, на всех, на все эти документы наплевали. В первую очередь, я как вижу, только заканчивается война, нужно разрушить железную дорогу, всю, которая ведет в Российскую Федерацию, потому что именно благодаря железной дороге вот эта у нас единая колея позволила российским военным действительно эшелонными нормами привозить в Украину боеприпасы. Если бы у нас была колея европейского образца, то этих бы эшелонов не было, им бы пришлось разгружаться где-то на территорию Российской Федерации и автомобильными нормами привозить боеприпасы, технику вести своим ходом. То есть, это были совершенно другие объемы вторжения. Это вот первое. Второе, это наращивание производства собственных боеприпасов, собственной техники, собственной амуниции и постоянное поддерживание большой армии. Ну, естественно, системы противовоздушно-обороны, разработка среднего, малого радиуса действия, дальнего радиуса действия. То есть, все гарантии безопасности находятся внутри Украины, внутри нас самих. Иван, вам огромное спасибо за то, что присоединились к нашему эфиру. Напомню, Иван Ступак, военный эксперт Украинского института будущего. С нами был на связи и консультант комитета Верховной Рады Украины по вопросам безопасности.